Друзья мои, всем привет, всем огромный привет. Ну что ж, как вы уже поняли, речь у нас с вами сегодня пойдет про Анжелику Снежинскую. Вы знаете, чем больше я ее смотрю, если честно, тем больше у меня встают волосы дыбом, потому что я вижу, что человек абсолютно ведет себя неадекватно. И, знаете, вот пытается прикрыться сейчас той ситуацией, что сейчас у нее сын чуть ли не с оружием в руках, сидит там где-то в штабе, и она говорит, да, и я не могу молчать. Нет, я все понимаю, но давайте начнем с того, что не единственный сын Анжелики Снежинской, который с оружием в руках. Многие мальчишки с Украины, они, возможно, даже на передовой воюют и так далее. Но при всем при этом, да, если твой сын взял оружие в руки, если у вас идет всеобщая мобилизация, это не говорит о том, что ты должна дурниной орать на весь YouTube, пользуясь своей ситуацией, пользуясь тем, что ты являешься блогером с Украины. Прежде чем мы с вами перейдем, так скажем, обсуждать вот эти вот последние перлы, последние моменты Снежинской, это, конечно, что-то с чем-то, там она действительно просто прорвала последнее дно. Но я хочу сказать, я хочу обратиться, опять же, к некоторым, я не говорю, конечно, ко всем, к некоторым блогерам с Украины и хочу вас призвать оставаться все-таки людьми в любой ситуации. Да, сейчас на Украине сложная обстановка, сложная ситуация, но рано или поздно все наладится и все закончится. И мне, если честно, непонятно, почему сейчас многие блогеры с Украины пытаются оскорблять своих подписчиков из России. Мы лично вам ничего плохого не делали, мы лично к вам никуда не заходили и идти не собирались, да. Вы оскорбляете тех зрителей, которые на протяжении длительного времени делали вам контент длительное время на ваших каналах. Вы не чурались брать у зрителей из России донаты, да, деньги для вас не пахли, какая разница, от кого брать донаты. У зрителей из Украины, зрителей из России, из Белоруссии и так далее, со всего постсоветского пространства. Ну, а сейчас вы нас записали в агрессоры. За что? За то, что мы к этой политической ситуации не имеем абсолютно никакого отношения. Мы сидим, как говорится, сидим, нас никто не спрашивал, куда, кто идет, что, как, чего и так далее. И потом, не нужно, вот просто чем занимаются сейчас некоторые блогеры с Украины, некоторые. Некоторые ведут себя очень достойно, имея военно обязанных, да, мужей, которые также защищают родину. Но, имея детей, есть блогеры, которые действительно ведут себя очень достойно. А есть вот такие блогеры, как Снежинская, которые просто, знаете, лезут в политику своими, так скажем, руками и ногами, когда кухарки лезут в политику и пытаются решать какие-то вопросы, которые их не касаются, и они разжигают тем самым межнациональную рознь. Вы знаете, то, что я вчера услышала от Снежинской, мне кажется, там буквально каждое слово, каждый ее перл можно было записывать практически в Красную книгу. Ребят, это страшно. Когда она говорит, да, 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 когда человек радуется за то, что, ой, убили столько-то русских солдат, и ваши тоже придут в черных пакетах, мне хочется спросить, ой, ты не совсем адекватные женщины. Я бы сказала, совсем неадекватные женщины. А ты, дура, за кого радуешься-то? Ты радуешься за то, что солдат с России постреляли? Так вот, запомни, запомни, солдаты из России – это военно обязанные. Они обязаны взять оружие в руки, да, иначе им светит тот же самый трибунал. Солдат, как и военных, никто не спрашивает. Хочешь, не хочешь, есть приказ, как говорится, и будь обязан, да, хочешь ты или не хочешь куда-то идти, за кого-то где-то воевать. И точно так же у этих солдат и у этих офицеров, у наших с России, у них тоже есть матери, у них тоже есть жены, у них тоже есть сестры, у них тоже есть дети, у них тоже есть семьи. И я никогда не поверю, что они хотят уйти воевать за чьи-то шкурные интересы, да, и погибать на чужой земле. Никогда я в это не поверю. Абсолютно никогда. Поэтому, когда Снежинская хлопает в ладоши и кричит, а ваши тоже придут в черных пакетах, ребят, мне становится страшно от того, кто сидит на Ютубе. Вы знаете, я вот посмотрела последние вот эти вот несколько дней, после своего возвращения с отдыха, я могу сказать точно. Я вот, кстати, разговаривала со своей подругой с Украины, с блогером, да, и я сказала о том, что я бы на самом деле ввела бы в блогерстве, да, обязательное, так скажем, прохождение какой-то медицинской, психиатрической экспертизы, потому что это ненормально. Я вот посмотрела за последнее время, кто и как реагирует, боже мой. Люди некоторые вообще не понимают, как нужно реагировать на какие-то ситуации. Да, понятно, кто-то сейчас находится под обстрелами, но вы меня извините, конечно. Ни одна Снежинская сидит, мать-героиня, на всю Украину матушку, да, и у нее единственный сын, как она кричит, мой сын сейчас взял оружие в руки, он находится в штабе. Так он у тебя находится в штабе, да. Взял оружие в руки, потому что выдали оружие на Украине всем. Всем. У вас всеобщая мобилизация. Но есть сыновья с Украины, которые уже на передовой, которые, так скажем, под огнем и воюют. Есть дети, которые сидят в каких-то катакомбах и еще в каких-то моментах, да, и сидят, пережидают, и в два-три года они не в состоянии понять, почему снаряды летают над головой. Это разные вещи. Твоему сыну выдали, как и всем остальным, оружие, а ты тут уже просто на всех разоралась со всей колокольней. Ребят, когда я ее послушала, ее стрим, у меня, честно, волосы встали дыбом от того, насколько человек себя ведет просто неадекватно. Хочется сказать, не позорься уже, закройся, иди выдохни и приведи свои чувства в порядок. Ты не единственная пострадавшая на Украине. При всем при этом, вы знаете, мне странно вот это все слышать, когда она орала о том, что месяц назад она собиралась свалить в Португалию, но вот ее дети, ее, значит, родители не послушали, и она вынуждена была остаться здесь. И мне кажется, именно из-за этого ее трясет больше всего. И, конечно, естественно, в чате у нее приходили провокаторы, так же, как и ко мне, так же, как и к любому другому блогеру, и она начала на них срываться и просто орать. Что она орала? Я вам сейчас попытаюсь озвучить. Она орала. Сука, тебе виднее. Я озвучиваю ее, ребят, слова. Сука, тебе виднее. Я тебя порву в клочья. Я бы тебя порвала в клочья за своего сына. Я бы тебя порвала, если бы ты оказалась на моем месте. Я желаю, чтобы ты оказалась на моем месте. Ребят, вы знаете, я вот скажу так. Я вообще не представляю, как можно любить или ненавидеть каких-то людей, которых вы никогда в глаза не видели и знать не знаете. Поэтому как можно желать несчастья, которые сейчас свалились на твою голову, на голову твоей страны, как можно желать этих несчастий другим матерям, другим сыновьям и так далее. Ты кричишь о том, что мой сын с оружием в руках, твой сын с оружием в руках, сидит пока еще на жопе ровно и никуда не пошел. Это раз. Во-вторых, да, ты желаешь той же самой участи, думая о жизни своего сына, но почему-то не думаешь о том, что чьи-то солдаты с России, которые заходят сейчас на территорию Украины, они тоже чьи-то сыновья, они тоже чьи-то дети, они тоже чьи-то отцы и чьи-то мужья. И их точно так же ждут дома. Но ты аплодируешь, когда сказали о том, что убили российских солдат. И вот это, ребят, на самом деле страшно. Это просто страшно. Снежинская показала свою морду целиком и полностью. Это действительно ненормальный, абсолютно неадекватный человек. Она орет, мой сын в обороне. И дальше что? Твой единственный сын в обороне. Другие уже, возможно, под снарядами. И дальше что? Люди ведут себя адекватнее. Далее Снежинская орет, сколько зомби повылазило на ее вот эти, значит, стримы и так далее. Твари! Твари! Кричит Снежинская. Модераторов нет. Модераторы, наверное, сидят под обстрелом. Да, модераторам делать больше нечего, кроме как бегать по каналу Снежинской. Далее. Далее Снежинская орет, что я буду отвечать гадостями на гадости. Ребят, вы знаете, когда она вышла в очередной свой стрим и сказала о том, что я вышла поделиться последними новостями и успокоить людей. Нет, так не успокаивают людей. Криками, сука! Я тебя порву! Я бы тебя порвала, если бы ты была рядом. Я бы тебя порвала в клочья. Вы твари! Вы мрази! Так не успокаивают людей. Ты не имеешь права выходить, являясь блогером, и вести себя настолько агрессивно и ненормально. Далее Снежинская орет. Я за то, чтобы в России закрыли Ютуб. Снежинская, а что тебе сделала Россия? А что тебе сделал российский Ютуб? Вот мне просто интересно. Она кричит, от этой нечисти надо избавиться. Снежинская, объясни, от какой нечисти? От России, от россиян, от российского Ютуба. Чем твой Ютуб лучше, чем, допустим, мой Ютуб канал? Чем? Тем, что ты сидишь и истеришь, как неадекватная баба, которой пора уже, по-моему, такое ощущение, надеть смирительную рубашку, отправить тебя, так скажем, не столь отдаленные места. Но это, опять же, мое мнение, ребят. Далее Снежинская орет. Я проживу без Ютуба. Нам хватит. Да ковали с Ютуба. Чего ты тогда уселась, схватилась за этих Адамянов? Я без них проживу. Далее. Далее все-таки пришли к ней вот эти модераторы. Она стала орать, девочки, почистите их. Затем, значит, обосрала Эдика Адамяна, сказав, что он срун, ссыкло, что я его презираю. Про украинских обзорщиков, про некоторых, про адекватных людей, которые выходят и каждый день рассказывают, что у них было, как у них было. Вот как моя подруга, правдивая Ольга, с которой мы 24 на 7 на связи, я ложусь спать, я знаю, что у нее происходит и так далее. И про нормальных обзорщиков она говорит, ой, они полизали все отверстия. Нет, Снежинская, нет. Просто нормальный ютубовский блогер прекрасно понимает, что у него есть аудитория и он несет ответственность за свои слова. И рано или поздно военные действия на Украине закончатся, а вот ты останешься с тем ушатым говна, который ты вылила на людей, которые не имеют к этой ситуации никакого отношения. На всех россиян ты вылила столько говна, от которого ты никогда не избавишься. И я надеюсь, эти россияне тебе вот этот момент никогда не забудут. И я надеюсь, не придут они подписываться на твой вот этот вот ужасный ютубовский канал. Я очень на это надеюсь. Потому что, вы знаете, кричать о том, что да, я такая, да, я такая, а вы тошнотворные рыгаловки, это она кричит про своих же сограждан, про своих же украинских ютуб-блогеров. Я, говорит, деньгами обеспечена, я, говорит, ссаться. За каждым зрителем не буду. Снежинская, а что ж ты ссалась до этого за каждым зрителем, в том числе и за каждым зрителем из России, у которых у тебя было, как говорится, вагон и маленькая тележка. Чего ж ты сейчас обоссалась и решила не ссаться больше за российским зрителем? Ребят, извините, но говорю, по крайней мере, ее словами, поэтому как бы надо донести ситуацию как так, как пыталась донести ее Снежинская. Ну, в общем, кричит она позор обзорщикам, да, и так далее. Вы меня, блядь, еще не знаете. Ребята, вы знаете, я что хочу сказать? Позор вот таким блогерам, вот таким, как Снежинская, вот им действительно позор, потому что, знаете, рано или поздно все равно все закончится, да, дай бог, чтобы это закончилось быстрее, но такие, как Снежинская, они просто не только истерят, не только наводят панику, они переживают исключительно за свои шкурные интересы, за свои исключительно только семьи, ни за кого больше, и разжигают межнациональную рознь между народами. А правительство действительно сегодня одно, завтра другое. Не стоит забывать, что между нами как были близкие тесные отношения между народами, так они и останутся. Никуда они не денутся, абсолютно никуда. Потому что у каждого из нас на Украине есть близкие, друзья, знакомые и так далее. Точно так же и у вас есть и в России и родственники, и друзья, и знакомые, и наша великая общая история это тоже все одно, как говорится, к одному. Это просто так не разрушить, кому бы не хотелось это сделать. Поэтому я за адекватных блогеров, за тех, которые в состоянии держать свои эмоции под контролем. А вот это, конечно, это не блогерство, это просто какой-то массовый психоз. Ребят, вот такое.